Всем привет! Да, сейчас в стране не самое простое время, поэтому нам не так часто удается снимать новые сюжеты. Но есть автомобили, от тестов которых я просто не могу отказаться. Как вы уже, наверное, знаете, я езжу на втором поколении Touareg и, в общем-то, им доволен. Но, как любая вещь, за три года машина успевает надоесть. Немцы, видимо, прочитали мои мысли и так и решили слегка доработать второе поколение. Именно поэтому мы сейчас находимся в аэропорту Борисполь и собираемся вместе с вами слетать в Мюнхен, чтобы выяснить, есть ли смысл менять мой Touareg на новый. Ну, а машина пока подождет нас здесь. Как вы помните, первое поколение Touareg успешно держалось на рынке почти восемь лет. Второму же только-только стукнуло четыре и ожидать в ближайшие годы третьей версии вряд ли стоит. Тем более, что сегодня Touareg все еще выглядит достаточно современно и визуально и технически. Модель отлично продается, в том числе и на украинском рынке. Поэтому назвать последний рестайлинг вынужденным вряд ли можно. Нет, скорее это плановое подведение экстерьера под новый стиль марки, заданный седьмым гольфом. Итак, внешние изменения, как видите, коснулись передней оптики, решетки радиатора, бамперов и колесных дисков. Как вы заметили, формы стали немножко острее, а вот эта вот хромированная линия, которая раньше рассекала только порог, теперь охватывает как передний, так и задний бампер. Кроме этого, обновленный турик напрочь лишился галогеновых фар. Теперь только биксинон. А вот диоды по-прежнему опция. Также на выбор стало доступно больше оттенков кузова. Но ведь у нас Туарег все равно будут заказывать либо в черном, либо в белом. Ну, что сказать. Если дорестайловый Туарег успел вам приесться, то новые штрихи это, конечно же, плюс. Но вот заметят ли их окружающие, не факт. Интересно, станет ли рестайлинговый бампер на мою машину? В принципе, думаю, без проблем. Итак, как видите, снаружи ничего особо интересного. Но, возможно, есть что-то новенькое внутри. Нет, здесь тоже ничего принципиально не поменялось. Лишь такое же, как и внешнее освежение. В виде белой как гольфы подсветки, новых цветов кожи и пластика на торпедах. Хотя готов признать, что двухцветное исполнение интерьера смотрится гораздо богаче. Но посмотрим, нужно ли будет за него доплачивать. Также в глаза бросаются некоторые мелкие функциональные доработки. Да, заметит их здесь только владелец дорестайлинговой версии. Но не сказать о них тоже нельзя. Потому что люди работают, не ленятся. И это похвально. Например, на панель вынесли отдельные кнопки подогрева руля и лобового стекла. Раньше эти функции приходилось долго искать в меню мультимедийной системы. Также диодными стали лампочки подсветки. И при текущей цене Touareg это не лишнее. Кроме этого, стоит отметить и некоторые новшества в электронной начинке. Но не знаю всем ли они понадобятся. Это прежде всего новые функции мультимедийной системы, которая теперь может подключаться к интернету и, соответственно, дружит с гугл-картами и так далее. Поскольку эти фишки особо не подняли цену топовой системы RNS 850, то в принципе их можно считать приятными бонусами. Кроме того, некоторые функции были слегка доработаны. Например, в системе безопасности уже в базе имеется функция поставарийного торможения, как в седьмом гольфе, которая позволяет избежать повторного столкновения. Ну а круиз-контроль, я имею ввиду адаптивный, стал значительно умнее. При виде препятствия впереди автомобиль может полностью остановиться. А после этого, то есть после того, как это препятствие тронулось со светофора дальше, продолжить путь. В остальном же это все тот же родной Touareg, который я так люблю и о котором много говорил в предыдущих тестах. Удобный, стильный и все еще современный. Итак, мы разобрались с интерьером и экстерьером. А что же нового с технической точки зрения? Тут у меня для вас две новости. Хорошая и плохая. Начну с хорошей. После рестайлинга Touareg действительно получил новые, даже лучше сказать обновленные или доработанные моторы, которые стали еще мощнее и при этом еще экономичнее. Ну а теперь плохая новость. Все это не про нас. Потому что, по крайней мере, первое время к нам в Украину будут поставляться старые двигатели. А вот доработанная пружинная подвеска к нам так и попадет. Говорят, что за счет мелких совершенствований Touareg стал чуть лучше рулиться и чуть комфортнее ехать. И нам придется в данный момент лишь поверить немцам на слово. Потому что ощутить разницу на идеальных мюнхенских дорогах нам вряд ли удастся. Тем более, что в моей машине стоит пневматика. Итак, какие обновления в моторной линейке ждут европейских покупателей? За счет перепрограммирования электроники двигателя и коробки, а также доработки выхлопной системы от знакомого нам шестицилиндрового дизельного мотора удалось добиться заметно лучших характеристик. Больше мощности и в то же время меньше расходов. Плюс 17 лошадиных сил. Итого 262 и минус пол-литра на сотню. Итого 6,6. В идеальных условиях, конечно. Также быстрее стал и разгон до сотни. На целых полсекунды. Итого 7,3. В Германии стартовая цена на новинку будет на полторы тысячи евро выше, чем раньше. Volkswagen объясняет это тем, что комплектация теперь изначально богаче. А вот украинский импортер собирается каким-то образом сохранить на обновленный Touareg старую цену. И это, конечно же, хорошая новость. В общем-то, это все, что стоило сказать об обновленном Touareg. И пора подвести итоги. Можно ли сказать, что отныне аргументов в пользу выбора Touareg стало больше? Я бы так не сказал. Но, с другой стороны, по моему мнению, их по-прежнему достаточно для того, чтобы Touareg оставался лидером класса еще пару лет. Ну, а напоследок, немножко оффроада. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...